Здравствуйте! Сегодня у нас в гостях первый заместитель и руководитель фракции ЛДПР в Государственной Думе Александр Борисович Курдюмов. Александр Борисович, здравствуйте еще раз. Начнем, наверное, с самой актуальной темы сегодня – коронавирус. Как, на ваш взгляд, все обсуждают, будет или не будет вторая волна? Ну, вообще, эта вся история с коронавирусом уже длится целый год практически. Вот как началось оно в начале года, как фракция ЛДПР вышла в перчатках и в масках в Государственную Думу, когда только начались заражения, в Китае начались заражения, никто, так сказать, к этому относились все очень спокойно, даже смеялись над нами, но вот видите, сейчас не то, что, так сказать, заставляют, все уже сами понимают, что маски, перчатки, они необходимы. Тем более, так сказать, обрабатывать руки – это все для того, чтобы просто не умереть, просто от того, чтобы не заболеть вот этой страшной болезнью ковид. Тем более, что недавно у нас умер депутат Государственной Думы, фракция КПРФ умер от этой страшной болезни. Очень серьезное осложнение, как раз связанное с ковидом-19. И я всегда говорил и говорю, что нужно носить маску, сейчас уже скоро появится вакцина от ковида-19, обязательно ее нужно сделать, обязательно. Не слушайте никого, что это не нужно, это опасно и так далее. Опасно заболеть этой болезнью, хотя почему-то все думают, что они не заболеют. Я вот езжу по всей стране, конечно, маски, перчатки и так далее, стараюсь не контактировать, социальная дистанция. Но в любом случае все равно ты летишь в самолете, едешь где-то там в транспорте, куда ты проходишь мимо, ты не застрахован от того, что кто-то пройдет мимо тебя, и тебя может быть заразить вот этой страшной, страшным вирусом. Поэтому надо обязательно предохранять себя в первую очередь, предохранять своих близких, детей, а дети тоже у нас болеют этой болезнью, особенно престарелых родителей, наших отцов, матерей, у кого-то дед, бабушка и так далее, потому что для людей пожилого возраста этот ковид еще больше выражен с разными болезнями. Ну и, конечно же, все странно относятся к тому, что нельзя носить, не нужно носить маски, якобы они не спасают. Еще раз говорю, что маски спасают хотя бы на 50%, но уменьшают риск заболевания. Перчатки спасают, то же самое, таким же образом. Но в любом случае сейчас надо прививаться, деваться. Мы же прививаемся от гриппа, мы же не боимся, прививаемся от пневмокока. Я вот сам на этой неделе привился от пневмокока, потому что наши дети прививаются этой прививкой. И, естественно, на 5 лет этой прививки хватает для того, чтобы, ну, скажем так, прошла эта болезнь, не переросла в какую-то пневмонию серьезнейшую, там, менинги, да. А все так в течение дня все прошло. Поэтому и здесь нужно прививаться. Прививка хорошая, прививка проверена уже. Около там 40 тысяч человек уже привилась в России. Если бы мы видели, что у нас в ЛДПР, кстати, обязательная прививка, все депутаты у нас, все депутаты, да, все прошли, так сказать, обследование, там проходит обследование сначала, можно или нельзя, и потом делать прививки. И я вам честно говорю, что все, кто сделал прививку, никаких проблем, осложнений после прививки нет. Александр Борисович, ну, к сожалению, время нашей программы ограничено, поэтому двигаемся активно к следующей теме. У нижегородцев есть на сегодняшний день, наверное, такая очень активно обсуждаемая болезненная проблема – это сквер на звездинке. Были ли вы на этом месте и как оцениваете благоустройство территории? Ну, у нас появляются, так сказать, болезненные места там, где что-то начинают делать. Вот сейчас парк Лейтского консомола в Швейцарию начинают делать сразу болезненное место. Сейчас появилась вот, так сказать, звездинка. Ну, опять же, болезненная история начинается от того, вот, допустим, на звездинке, потому что, ну, если делать, то делать качественно, да? Если сделать, то, ну, делать для нижегородцев. А если делать для того, чтобы сдать этот объект, и, так сказать, и чтобы галочку поставили, что это произошло, то, естественно, так делать не надо. Если мы говорим конкретно по звездинке, проект, как я понимаю, сначала был другой. Там были и качели для, так сказать, для людей, которые гуляют в этом парке на звездинке, а это практически парк, понимаете? Там вот те же клумбы, они были немножко другой формата, понимаете? И, ну, если вы делаете, то делайте хотя бы ровненько, чтобы люди понимали, что все-таки это сделали, а не просто там намазали краской там и так далее. Поэтому я считаю, вопрос не к тем, кто хочет это делать, а вопрос к тем, кто это делает. Поэтому здесь как раз я, как депутат Государственной Думы, готов подключиться к этому вопросу, подключить силовые структуры, проверить, куда делись деньги, потому что если должны быть, так сказать, качели там, они должны стоять, почему эти там лавочки положили на бетон и все. То есть, ну, в любом случае, ну, я вот сегодня там приезжал, там, так сказать, стоит один, так сказать, товарищ из ближнего зарубежья и что-то там поливает. Ну, на весь парк один ходит в строительной одежде. Вот совершенно недавно мне сбросили фотографию, у нас, допустим, на Ковалихе, там тоже ремонт производили, так сказать, люди, которые приехали вообще из другой страны. И, так сказать, из черного населения, с черного населения. То есть, вообще они работают, понимаете? То ли они из Мозамбик, то ли там еще откуда-то. С Африки приехали, тоже там работают. Ну, послушайте, если вы делаете объект, если он строительный, ну, как человек, а эти ребята, я спросил, они, кажется, студенты из наших институтов, как они, как специалисты, могут сделать такой парк? Я тоже не понимаю. Как человек, который приехал из Таджикистана, Узбекистана, которому там 20 лет, 25 лет, приехал сюда на заработки и устроит на такой объект, как возведение там крупного вот такого парка. Конечно же, это предприятие надо проверять, куда деваются деньги. Поэтому отсюда все и происходит. Отсюда и люди видят, что вроде бы деньги выделили, а вроде бы ничего, в принципе, так хорошо или сделали, но стало некрасиво. Это все, слава богу, городская администрация вроде бы не приняла этот парк, по звездинке имеется в виду. Сейчас будет все дорабатываться или переделываться. Но опять же, это опять деньги. Кто за это будет отвечать? Есть еще один момент, о котором действительно переживают нижегородцы. Пожары на свалках ТБО. Была уже история Богородские, на Московском шоссе. Вот на ваш взгляд, как мы можем предотвращать эти события и как, опять же, здесь можно контролировать эти истории так, чтобы они не происходили? У нас происходят эти истории, мы из пальца раздуваем. Первое – это профилактика. Второе – это исполнение. Профилактика. Никто не смотрит, что происходит на этих заброшенных или настоящих ТБО. Это заброшенное ТБО. Понятно, да? То есть понятно, что он загореться может, но должны смотреть пожарные. То есть это МЧС должен смотреть. Это должен глава администрации смотреть, где находится эта свалка. В любом случае. Ну а если загорелось, ну что мы будем смотреть, что ли на это? Надо тушить. Вот сколько надо воды залить, вот столько и заливайте, тушите. А если у вас все дальше горит, то кому вопрос? К властям на этой территории. Почему вы не занимаетесь, так сказать, проливкой воды по этому ТБО? Это все очень просто. Это нет хозяина в районе. Если в районе что-то горит, если в районе что-то происходит, это просто нет хозяина. Значит, таких глав надо просто убирать. Надо наказывать. То есть, а что по-другому? А он столько за взятки, там еще за что-то. Плохо отработал, тоже наказать. Не работает, тоже наказать. А почему люди травятся там? Они же дышат всем этим. Поэтому здесь все очень просто. Глава района должен заняться этим вопросом, в течение дня все потушить. Вот и все. И МЧС должно как бы отработать. Большие деньги туда направляются. МЧС тоже должно работать. Поэтому здесь все очень просто. Тут вообще придумать ничего не надо. Все и так понятно. Александр Борисович, вы, конечно, много ездите по районам области. Проходят приемы граждан. Хотел спросить вот о чем. Есть ли какие-то еще вопросы, с которыми чаще всего обращаются люди? И, может быть, темы, над которыми активно, усиленно сейчас работаете, уделяете больше внимания? Ну, все те же проблемы, которые в Нижегородской области, все те же проблемы в других регионах России. Это жилье. Вообще не понимаю, аварийное жилье. Надо, конечно, начать строить действительно бесплатное жилье для граждан, как это было. Или, может быть, какое-то с большими скидками жилье, чтобы люди могли не вот там 15-20 лет платить, а за год могли свои зарплаты чуть-чуть восстановить. То есть это жилье должно быть социальное жилье для граждан. И тогда мы уйдем хотя бы от вариантов аварийного жилья. Аварийного жилья очень много, с этим приходят люди и так далее. Детские сады, школы, дороги, обращение на поведение чиновников, обращение на силовые какие-то структуры и так далее. То есть больницы в районах. Ну, больница должна быть. Ну, и она должна быть не только в районном центре, но она должна еще быть, так сказать, внутри района. А то у нас получается, что закрывая здесь больницу, закрывая здесь больницу, люди за два района в другую больницу. Должны быть военкоматы в каждом районе. Не должны люди там, опять же, куда-то в центр ехать в военкомат. Ну, в чем проблема? Посадили в военкомате двух-трех человек, работают, и дали, так сказать, зарплату, и люди работают. Плюс ко всему, людям не надо никуда ехать, кто на местах. Спасибо вам, Александр Борисович, большое. А я напомню, что у нас в гостях был первый заместитель руководителя фракции ЛДПР в Государственной Думе Александр Борисович Курдюмов.